Российские и американские военные расширяют сотрудничество в Сирии для того, чтобы контролировать соблюдение режима прекращения огня. Первые результаты работы обсудили руководители координационных центров по примирению враждующих сторон. И такое примирение действительно происходит. Не на словах, а на деле. Еще вчера они находились по разной линии фронта, а сейчас вместе исполняют государственный гимн Сирии. Символический момент, будто и не было пяти лет кровопролитной войны. На общий сход в город Дар-А приехали жители соседних населенных пунктов. Они находятся в так называемой зоне сопротивления, которая контролируется сирийской оппозицией. Бывики террористических группировок постарались сделать все, чтобы встреча сорвалась. Из трех автомобильных колонн смогла прорваться только одна. Две других террористы, угрожая расстрелом, развернули обратно. Из населенного пункта Эпта на сход смогли приехать только 200 человек. Мы здесь собрались для того, чтобы сказать нет войне. Это исторический шанс установить мир на нашей земле. Наш общий враг терроризм. И нам надо сейчас сосредоточиться на борьбе с этой угрозой. Жители населенного пункта Эпта документально подтверждают, что они встают на сторону сирийских властей. Очередь растянулась на полкилометра. Процедура максимально упрощена. Никаких вопросов. Достаточно заполнить специальные заявления, скрепить его подписью и отпечатком пальца. Взамен выдается официальная бумага, означающая амнистию от президента Башара Асада. Все жители Эпта безоговорочно поддержали перемирие. Представители так называемой свободной сирийской армии, бригады Аль-Ярмук и отряды местной самообороны, которые до этого контролировали этот населенный пункт, подписали отказ от введения военных действий против легитимной власти. Мы очень устали от этой войны. Это уже пора окончить. И спасибо вам, что пришли помогать окончить войну. Сегодня великий день. Мы смогли посмотреть друг другу в глаза и остановить кровопролитие. Мы вспомнили, что мы братья, и нам нечего делить. За минувшие сутки при посредничестве Российской Федерации заключены соглашения о примирении со старейшинами населенных пунктов Зайзун и Тель-Гихаб в провинции Дамаск. С 27 февраля это уже 37-й подобный случай. Проведены переговоры с лидерами шести вооруженных формирований «Умеренная позиция». В результате они согласились поддержать перемирие. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии круглосуточно наблюдает за обстановкой в зоне конфликта. Налажено тесное взаимодействие с американскими коллегами. В целом хочу подчеркнуть, что режим прекращения боевых действий между враждующими сторонами на территории Сирии соблюдается. В четырех провинциях наметился существенный прогресс в процессе примирения сторон. Состоялся телефонный разговор между руководством координационных центров с российской авиабазой «Хмимим» и американской стороны «Амман». Мы обсудили первые результаты режима прекращения боевых действий и выразили удовлетворение совместной работой. Госсекретарь США Джон Керри в свою очередь заявил, что наши страны договорились о создании системы, обеспечивающей проведение военных операций против террористов Сирии. Российские военные подчеркивают, что ВКС продолжит наносить удары по террористическим группировкам. Накануне наши самолеты атаковали позиции Джабхат-Аль-Нусра, севернее Алеппо. Также Россия и США согласовали процесс проверки сведений о нарушении режима прекращения огня. Подобных случаев фиксируются по несколько в день, не способствует нормализации обстановки действия Турции. Мы обратили внимание на кадры вчерашней съемки одного из российских телеканалов в районе расположенного у границы с Турцией сирийского города Этель-Эль-Абьян. На них зафиксировано оборудование турецкими военнослужащими, огневых позиций и стягивая приграничную полосу бронетехники, из которых обстреливаются населенные пункты Сирии. Расцениваем эти действия как явно провокационные, способные привести к срыву процесса прекращения огня и примирения в Сирийской Арабской Республике. Тем временем на базу Хмимим доставлено более 50 тонн гуманитарного груза. В ближайшее время он отправится в населенные пункты, где до недавнего времени шли бои. Олег Шишкин, Александр Потухов, Дмитрий Запарин, Первый канал, Сирия.